Во имя Иисуса Христа, пусть Господь, братья, имеют прекрасных жен, сёстры, имеют прекрасных мужей, от Тебя, Бог, это от Тебя чудо, потому что, Боже, даже неверующие люди замечают, что братья на небесах заключаются. Боже, даже далёкие от Тебя люди примечают, что это сверхъестественно, что этот путь, он сверхъестественен. Спасибо, Господь. Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа, и пусть совершать это таинство, совершать это чудо, когда ты из двух созидаешь одно целое, одного человека. Спасибо, Боже. Аминь. Братья, сёстры, когда Бог создал весь этот мир, то Он восклицал. Хорошо, весьма хорошо. И, как говорят, замечают проповедники, первое, что было нехорошо, да, в Библии, нехорошо одному быть на земле человеку. Нехорошо. Вот. И, знаете ли, было время, я тоже думал, что это хорошо, хотя там, знаете ли, и даже собирался быть монахом. Вот. И я был традиционным таким православным юношей в храме, читал, пел на клиросе, хором проводил. И это были 80-е годы тогда, годы перестроечные. И мне, конечно, это очень, может, больше 30 лет прошло уже. В 86-87 годы. Вот. И я тогда молодым человеком подумал, а вот буду один. Еще начинался, знаете ли, начинался жития святых монахов. Думаю, о, сколько хорошо, а? Ну, а когда там юношеские похоти какие-то начинали, знаете, зашкаливать, я, значит, что делаю? Обнажал торс, значит, шел к лесу на опушку, обнажал торс и садился вечерком. И корни комаров рассмирял плодь в свою глади. Даже лицами не хотелось, как бы, значит, шел. Вот, да. То есть, ну, монашеские всякие упражнения. Значит, знаете ли, но, опять-таки, это помогает лишь на время. Какие-то самые стязания, какие-то там, значит, попытки обмуздывать свое тело. На время помогает, на время, да. Но потом опять. Вот, как вот, есть память даже от одного святого, я его честное, как раз, когда монаха. Его назвали даже многостраданием. Ян многостраданием. Он всю жизнь страдал. Хотел жениться. Но, как бы, вот, пошел в монахи, вот, как бы. И, значит, и когда жениться его снова распирало, значит, он, братик, просил, закопайте мне. Его оставляли. Ну, конечно, одна голова там или торс торчит, значит, по груди земли, значит. Значит, ну, и, как бы, он там порой и месяцы больше находился под землей. Одна башка только торчала. Ну, и братья спрашивают, ну, как, отпустило тебя желание? Ну, вроде бы, полегчало. Ну, выкапывали его. А потом, братья, снова закапывайте. Нет. Он так дожил на себе повоз. И, короче, и так и не передумал. Он никак не мог ничего сделать с собой. И так и помер он, знаете ли, закопанным, прикопанным, вот, значит, до самой смерти. Вот, самое странное в этой истории то, что ему стали молиться от глупых опыта и вообще, как бы, вот, от человека к человеку, который так и не смог и побороть в своей жизни. Знаете ли, вот, довольно странные истории, конечно. Вот, но на самом-то деле Бог создал нас не просто, знаете, вот, какими-то бесполными существами. Нет, он нас создал мужчинами и женщинами, да. И это таинство. Мы восполняем друг друга, мы дополняем друг друга. И мы делаем счастливыми друг друга. Мы, я не знаю, это отдельная тема, большая тема, конечно, это огромная глобальная тема. Но, я скажу проще, что, слава Богу, за то, что он создал нас мужчинами и женщинами. Слава Богу, за то, что он создал нас вот такими разными. И несчастье тогда, когда, вот, в этом сближении мы, ну, как сказать, мягко сказать так, что не с теми и не так. Знаете ли, значит, не своевременно или не вовремя, или же не с теми, скажем, людьми. Дай Боже, молюсь сейчас о том, чтобы именно от Бога совершалось это чудо, когда он находит ее, а она находит его. Когда действительно именно от Бога это. У меня это было, как я, с монашеством, даже не вступив на путь монашеский, но уже порвал тогда еще. В 88-м году, вот, познакомился с одной девушкой в храме, вот, наши батюшки, наши священники, и мой духовный отец ее, духовный отец в том храме, где она помогала, там служила тоже. Вот, значит, она служила тоже в храме, вот, в православном храме, значит. И, знаете, наши священники были старые, заготычные друзья, оба были западной Белоруссии, вот, значит, и вот так наши пути переселились. Я в их храме тоже служил, ну, и, как бы, так, мне она понравилась как-то. Знаете ли, как говорят с первого взгляда, ну, я не знаю, с первого, не с первого, как, знаете, как в том анекдоте, когда там к батюшке приходит юноша и говорит, батюшка, что делается, вот, влюбился с первого взгляда, вот, что делается мне? И он ему говорит, внимательно посмотри второй раз. Ну, я подкорректирую слова на к батюшке. Вот, значит, не просто внимательно, а молясь, посмотри, потому что мало ли как ты посмотришь вообще, вот, мало ли как мы видим все. Мы видим, как правило, люди видим неправильно, вот, в общем дело, вот, беда большая. Конечно, если мы во Христе, если Христос в нас, и мы активно растворяемся в нем, а он в нас, то мы максимально видим целомудренно, объективно все, максимально. Но это, как бы, в идеале. Так, а чаще всего на поверху не так активно это смешение, и не так активно это, вот, я в Боге, Бог во мне. И поэтому не целостно видит человек, неправильно часто. Правильный взгляд на окружающий мир и глазами Христа, иметь такие же чувствования, что во Христе Иисусе. Это правильный взгляд. Знаете, вот я был, я был однажды, ну, я был настоятелем нескольких храмов в Рязанской области. 91-й год я уже стал священником в Рязани и в Рязанской области. И вот, 91-й, 92-й год, на моем, ну, не первый сам, но второй, наверное, приход, где я был уже настоятелем, была такая история. Приехали, ну, это в селе, мой храм был, большая округа такая, много сел. И женщины эти, бабы мои, вот, с этого храма, прихожанки, да, бабушки, они поехали, значит, на рынок, в райцентр. Ну, и возвращаются, ну, как бы, с рынка там все новости. Вот, значит, и главная новость этого, значит, этого рынка. Значит, потерялся ребенок, чей-то. И бабы, мы только и занимались, что искали маму этого ребенка, короче. Вот, почти весь рынок, почти все время. Значит, орет ребенок, значит, мама, ну, думали, наверное, надо в милицию сдать его уже. Ну, слава Богу, нашла с мамашей в конце уже, вот, под закрытием рынка. Значит, и, значит, ребенку спрашивают, значит, ну, какая мама твоя, чтобы, ну, в описании, ну, как-то, значит, найти. Вот, значит, она говорит, ну, она самая красивая. Одним словом, так описано, что любая мама подходит под это описание. И орет ребенок, ну, ладно. И конфетку дает ему, и все, значит, и, представляете, значит, ну, красивая, хорошая, добрая. Ладно, хорошо, ладно. И еще никого, никого нету. Думают, уже пора в милицию сдавать уже ребенка, значит, и уже пора все уезжать, уже с ней разъезжаться. И вдруг появляется мамаша этого ребеночка. Ха, она вообще никакая. Вот, очень, так мягко говоря, нетрезвая. Вот, значит, и вся такая рыжая конопатая, и такая вообще страшная, говорит, такая какая-то. Вот, значит, и никакая она некрасивая, и какая-то там такая хамка такая. Не, чтобы спасибо сказать. Ребенок к ней бросился, значит, мама, мама. Она такой подзатырник отвесила ему, что у нас за руки зачесались в голову, такой звонкий подзатырник, говорит. А ребенок довольный, обнимает ее. Короче, вот это красавица, вот это добрячка, вот это вот. Короче. И вот бабы с этим приехали на приход, рассказывают все это. И знаете, я потом уже домой пришел, думаю, надо же, ну, меня аж все перекорежило просто с этого. Думаю, надо же, вот в этой женщине, может быть, вот в той самой мамаши, да, может, только лишь там 1-2% хорошего человеческого, доброго, да. Но вот самый интересный ребенок, в отличие от всех на этом рынке, он видел ее глазами, вот Божьими, глазами. Понимаете ли, вот любви глазами. А все остальные смотрели просто вот как человек, просто вот по-людски. В глазах людских она была негодной мамашей вообще и, ну, недостойной. Вот, а в глазах Бога она была достойная, добрая, красивая, вот. Вот, и, ой, ну, такая история. Многому она очень меня научила, потому что настоящее целомудрие, или как цельное мудрование, по-станецу, да, значит, ценностный взгляд, он возможен только лишь в Боге. И только лишь так, никак иначе. Знаете ли, когда глазами человеческими мы смотрим друг на друга, даже в церкви, допустим, это как, это страшная история. Это, знаете, как вот, помните, вот это, Каин Герда, не Каина, Каин Герда, зеркало там разбилось там туда-сюда, значит, и у них там осколки, вот, и вот он попал, вот, да, и он стал смотреть все так, вебратно. Вот, это человеческий взгляд. Это, как бы, падшее естество человеческое, но такое, знаете ли, и порой в человеке столько тех осколков сидит, что там, как бы, вообще страшно. Даже если верующий человек, там порой там такое, что... И поэтому он превратно и думает, и видит все превратно. Вот, и недостаточно часа сейчас, до утра могу рассказывать вам примеров, в церквях более чем достаточно. Знаете ли, но блаженный взгляд, какой из нас те блаженные, которые о других думают лучше, чем о себе, и смотрят на других лучше, и думают лучше, чем о себе. Вот, это блаженный взгляд, потому что это взгляд Христа, взгляд Бога. То есть, в таком случае у нас выпадают эти всякие, эти дьявольские осколки, и мы смотрим уже глазами, ну, Божьей, настоящей, реальной реальности, настоящей, не падшей природы, а высшей, небесной природы. И если Бог есть любовь, если Он действительно такой, то, знаете ли, можно много и сомневаться, и размышлять, но Он однажды и навсегда доказал эту любовь к нам, отдав Сына Своего за нас на кресте. Он никогда бы не пошел на это, если бы Он смотрел на нас глазами обычными земными человеческими, какими привыкли бы смотреть друг на друга. Он никогда бы не пошел на это. Он смотрел другими глазами. Он смотрел не через розы и очки, нет. Как раз у Него все нормально со зрением. Как раз у Него объективный взгляд на человека. Он видит человека таким, какой Он есть на самом деле. хорошим, добрым, стволитливым, нежным, даятелем. И вообще, то есть, Он видит совсем по-другому человека. И даже если в человеке это все, знаете ли, такой коростой уже покрылось, и как бы не видать ничего этого доброго, и казалось бы уже все, человек уже конченый, падший, и, значит, никченый, Бог смотрит совсем по-другому. Он в самом последнем человеке видит доброту. Он даже тому, кто предавал Его, да, вот, Он дал хлеб. Он не пихал дьявол ему в рот, нет, Он дал ему хлеба. Но другое дело, что человек принимает доброту Бога, оставаясь лукавым, знаете ли, и не желая исправляться, Он дает вместо диагога. Это была уже человеческая натура, падшая, которая не хотела гоняться. Шкура, которая осталась шкурной. Это очень страшная история, конечно, печальная история. Но Иисус, знаете ли, доверил кассу вору. Ну, у меня столько веры не хватило бы, знаете ли. Если бы я знал, что в моей церкви есть воробатый человек, я бы никогда его воробатым не назначал бы, никогда. У меня веры не хватило на это, знаете ли. Как бы, а он козла в огородном пустил. Понимаете, как бы, вот. Ну, не то, чтобы он там наворовался, а он давал ему потрясающий шанс человеку именно не воровать не потому, что его контролируют, не потому, что ему не дают кассу, а потому, что он не вор. Потому что Бог видит его не вором, Бог видит его другим человеком. Понимаете ли, это потрясающее, Божья натура, Божьи взгляд на каждого из нас. Он дает возможность человеку даже порой грешить и нагрешиться, или грешить даже. Вот, но не потому, что Бог ему наплевать, нет. Он дает возможность человеку действительно не грешить не потому, что запреты, суды или что-то еще, а потому, что Бог любит нас. Потому что Он видит себя совсем другим человеком. Он видит себя совсем иначе. И, братья и сестры, наш первосвященник такой, Иисус Христос, первосвященник будущих благ. То есть, Он не просто первосвященник вот сейчасшних благ, не просто первосвященник прошлого, Он первосвященник будущего. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за милость, спасибо за благость. Боже, благослови нас. Благослови и помоги, Господь, действительно, растворяться в тебе верою, и тебя растворять верою в себе. Пусть совершаются чудо это, о котором говорит Библия. Бог в нас живущий. Аминь, лето ди, лето ди, лето ди, луи. Я в моем возлюбленном, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо, Господь. Во имя Христа Иисуса Ты помазал меня, Ты помазал нас на разрушение дел дьявола. И сегодня допадут вердыни вражеские, сегодня допадут вердыни в суданицах. Во имя Иисуса Христа от Твоей любви, от Твоей благости, Твоей милости, через кровь Агнуса Божьего. Аминь. Отец, в сегодняшний днем, когда великий первосвященник заходил во святой святых Божьем, я воздаю Тебе славу и хвалу за великого первосвященника, идеального первосвященника, который однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное. Искупление не просто сиюминутное, не просто ежегодное, а вечное. Спасибо, Господь, за кровь святую Твою. Спасибо, Боже Святой. Благослови сегодня Израиль. Благослови сегодня Иерусалим, столицу Израиля. Но благослови сегодня также всю нашу нестрадавшуюся планету. Боже, благослови сегодня Украину. Благослови сегодня, Боже, все страны и страдавшиеся земли, все народы. Боже, пусть Твое пробуждение, Господь, совершается от сна, от греха, от проклятия беззакония. И пусть действительно воззлят на Тебя, те, кто пронзили Тебя, все люди земли, Боже, с этими грехами. Но пусть, Господь, исцеление от Тебя примут прощение, освобождение. Во имя Иисуса. Аминь. Отец Ииль, парки, парки, снова и снова. Боже, прошу, Господь, за чудеса созидания семей. Боже, это таинство, это тайна великая, потому что она указывает на Христа и на Церковь. Потому что она, прообраз вечного брата, с Тобою, народу Твоему. Спасибо, Господь. Благослови, Господь, Отец наш. Исцелите браки, что есть сейчас уже, Боже, но там, где враг своими этими осколками в сердце и в разум исковеркал взгляды друг на друга и на все происходящее, на сам враг, на таинство это. Боже, помоги, Господь, действительно, увидеть глазами Твоими, Твоей верою, Боже, Твоей любовью, во имя Иисуса Христа. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Бог наш. Во имя Иисуса Христа. Отец. Сын. Драгоценный Дух Святой. Бог великий. Бог могучий. Благослови. Пригостись болящим, исцели. Пусть всякая проблема падет сейчас. Предвеличим Твоим, Господь, перед кровью Агнца Твоего, Иисуса Христа. Благословен Ты, Царь наш. Аминь. Кадошь, 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 свят, 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 свят. Аминь. Божьи, Царь наш, Божьи. Гриста, свят, свят, свят. Боже, Сын, свят. Господь. Обрати свое светлое лицо на народ свой и благослови виноградник сей, как великий виноградарь, благослови виноградник сей, насажденный Твоей рукою во имя Христа Иисуса. Благослови, Господь, пусть наши сердца, Божьи сердца верных Твоих, они плавятся в любви Твоей, Господь. Пусть не ожесточены будут сердца людские, Господь, от Твоего присутствия, Божьи, но пусть размягчены и тают в лучах славы Твоей. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш. Аминь. 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 Я бы сейчас хотела бы сказать, у нас завтра будет служение, мы будем молиться. Будет молитва особенная за тех, кто хочет выйти замуж. Мы хотели сегодня, но мы вот с археописком Серегием Журавлевым решили, что завтра будем за всех людей молиться. Значит, будет особенная молитва за семьи, будет за исцеление, за тех, кто хочет создать новую семью, кто стал жить вот так, как мы, если мы живем. То есть будет особенная молитва. И поэтому мы благодарим Бога, что нас посетил сегодня, да, археописком православной реформаторской церкви Сергий Журавлев. Вы знаете, слава Бога. Это очень хорошо, да, и да, все динаминации, они дружат, и что мы любим, и действительно Бог, Он сегодня приходит, Ему все равно какой-то динаминации. Мы все дети Божьи в Его Царстве. Поэтому слава Иисусу. Аминь. И давайте возьмем наше семя. Бог, Он, знаете, Он творит все новое. И Он очень сильно любит, когда мы, знаете, приходим в Дом Божий с пустыми руками, и мы берем свое семя, и мы сеем. Знаете, я вот, например, сегодня очень много тоже узнала хороших вещей, которые говорят Слово Божье. И мы знаем, что сегодня это пятница, да, это когда все евреи и не евреи, они уходят в пост. Поэтому, как кто хочет, вы можете с завтрашнего утра до конца служения мы будем в посте. Все, кто со мной, все равно слава Божье. Поэтому мы будем в посте, чтобы Бог завтра двигался в силе и славе. Чтобы, знаете, дьявольское царство, оно было постыжено, как было постыжено при Иисусе Христе. Чтобы здесь были получили свободу, вышли замуж, были счастливые семьи, были счастливые дети. Чтобы именно, знаете, наши браки, которые есть, уже пошептулись, они были восстановлены с праха и пепла. И чтобы наши дети, они служили Господу. Прежде всего, потому что рано или поздно мы все уйдем с этой земли. Но наше будущее, это наши наследники, это наши дети, которые здесь, на этой земле останутся. Наши внуки, наши правнуки. Ну и еще, кто захочет после служения, вам могут купить чаш-чай, бутерброды. Мы можем пообщаться с Арктипийским вам Сергием Журавлевым, позадавать ему вопросы. И завтра мы будем на этом субборном служении, где Иисус будет совершать чудеса в жизни своего народа. Аминь. Давайте возьмем наше семя. Халлилуйя Господь, драгоценный Дух Святой. Мы просто благодолим Тебя. И мы благодославляем Твое Святое Имя. В этот вечер мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, что Ты пришел. И что Имя Иисуса, оно всегда прославляется в наших сердцах, в наших жизнях и в Доме Отца. Боже, мы воздаем Тебе всю славу. И мы сеем это семя, потому что мы знаем, утром, в обед, вечером, когда бы мы на Его не пускали по водам, оно всегда будет возвращаться к нам. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты пастырь наш. И мы ни в чем не имеем нужды. Пусть будет Тебе вся слава, честь и хвала на этом месте. Аминь. Вас дайте славу Богу. Спасибо, что я могу еще сказать. Бог нас очень сильно любит. И завтра у нас будет праздник жатвы. Поэтому мы приносим все, что Господь дает нам. Фрукты, овощи. Тут будет стол. Потом вы это все разберете. Мы приносим и будем благодарить Бога, что в наших домах у нас изобилие. Тут будут накрыты столы. Мы будем праздновать праздник жатвы. И будет праздник десятин, что мы будем приносить Господу. Все, что мы в течение месяца заработали, мы будем приносить. И мы будем знать, что наш первосвященник, Иисус, он будет благословлять наши дома, наши семьи, которые будут весь год в изобилии славы Божьей. Аминь. И мы прославим Бога. И завтра всех мы ждем на 12 часов. Кто хочет, оставайтесь, пить с нами чай, кушать, общаться. Кто спешит домой, мы вас всех ждем завтра на 12 часов дня. Аминь. Аминь. Дайте славу Господу. Вы выполняете своих животных. Давайте гулять. Давайте прославим его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сныдут головой глубокие воды твои, я хочу. Сныдут головой глубокие воды твои. Ты источник жизни моей, у тебя живая вода, океан. , тощи на убийцах быта, наполни меня океан. Дочерь любит и слава, наполни меня, Аллилуйя, Аллилуйя, святому Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. Светому Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, святому Богу хвала. Церковь с миром Божьим.